Друзья, вы сейчас посмотрели потрясающий ролик о инновационной технологии DexNet. И сегодня вас ждет потрясающая информация об этой технологии. Сегодня вас ждут отзывы наших партнеров. Пожалуйста, те партнеры, которые готовы дать отзыв, это Лариса Иванова, Андрей Качковский, Гульнар Таженова. Поднимите ручки, и вас организатор переведет в разряд докладчики. И вы сможете, когда наступит время отзывов, брать отзывы. Все остальные, кто хочет поделиться отзывами, обязательно поделятся в следующий раз. Мы обязательно вас тоже выслушаем. Друзья, небольшой дисклеймер. Мы находимся с вами на мероприятии компании DexFreedom. Эта компания не является инвестиционной компанией. Все платежи на сайте DexFreedom не являются инвестициями. И все наши клиенты не являются инвесторами, а являются покупателями. Обязательно помните эту информацию. И когда будете делиться этой информацией с другими людьми, тоже, пожалуйста, им напоминайте, что здесь нет инвестиций. Это очень радует многих партнеров, которые устали уже от инвестиций. А теперь позвольте вам представить потрясающего человека. Это Евгения Дьякова. Она более 25 лет занимается бизнесом. Она более 15 лет уже занимается различными видами бизнеса. Это прекрасный человек, профессиональный тренер, мотиватор, спикер. Человек, который развивается в продвижении технологий DexNet. У нее более нескольких тысяч успешных клиентов, партнеров. И она является партнером DexFreedom. И сегодня она поделится с нами о потрясающей возможности, о том, как появилась технология, откуда она взялась, чем она полезна для каждого человека. И, конечно же, расскажет нам самую интересную и потрясающую информацию. Евгений, прошу тебя включиться и поделиться с нами этой потрясающей информацией. Тебе слово. Дмитрий, я благодарю тебя за представление. И сейчас давай переключим слайды. Итак, друзья, сегодня вы присутствуете на презентации компании DexFreedom и технологии DexNet. Это потрясающая технология, которая в ближайшее время захватит огромное количество интернет-пространства. Я в это верю. И все партнеры, которые в нашей компании, конечно, и верят, и мечтают, чтобы это произошло как можно быстрее. И в наших с вами силах сделать все возможное, чтобы как можно большее количество людей узнало об этом, об этой новой технологии, о тех возможностях, которые предоставляет этот вид интернета. И сегодня давайте посмотрим, с какими проблемами мы вообще сталкиваемся с вами, как пользователи самого обычного интернета, на котором работают все наши устройства, на котором работает мобильная связь. И как пользователи, возможно, сталкивались со следующими ситуациями. Возможно, ваши финансы когда-то страдали от того, что какой-то банк или кто-то еще решил либо взломать ваш аккаунт, либо каким-то образом заблокировать ваши средства, и вы получили запрет на доступ к своим деньгам, хранящимся в интернет-ресурсах, в различных банковских сетях и так далее, в различных, может быть, кабинетах и кошельках. Возможно, вы сталкивались с такой ситуацией, когда вы оставляли свои персональные данные, ваши фамилии, имя и, например, контактный телефон, и через некоторое время вам начинали звонить, присылать какую-то информацию стороннюю, и начинали вас доставать спам-звонками либо сообщениями из различных источников. Все это говорит о том, что ваши контактные данные, просто ваша информация попала не в те руки. И когда она попала в интернет, соответственно, она уже не является вашей, она может передаваться третьим лицам, на что вы, в общем-то, не даете обычное разрешение, но при этом эти лица могут использовать вашу контактную информацию. Возможно, вы сталкивались с тем, что какие-то санкции, введенные различными государствами, повлияли на доступ к вашим данным, ограничены были ваши ресурсы, как информационные, так и различные другие сервисы и ресурсы, которыми мы все пользовались давным-давно и по определенным причинам потеряли доступ к этим ресурсам. Возможно, вы уже сталкивались с ситуациями, когда вы видите, что социальные сети начинают использовать ваше настроение, начинают предоставлять вам ту информацию, которая не всегда выгодна вам, но всегда выгодна социальным сетям. И наши социальные сети начинают управлять нашим настроением, не только нашим. Наши дети тоже пользуются многим количеством разных социальных сетей, и наши дети тоже подвергаются вот этим манипуляциям. Соответственно, все это говорит о том, что условия нашего современного интернета таковы, что он имеет определенную уязвимость. Все эти данные, которые попадают туда, соответственно, могут быть украдены или использованы третьими лицами, против вас. И, конечно, это одна из ступеней уязвимости нашего интернета, который есть сейчас. Но при этом, при всем, мы с вами, как люди, которые обладают возможностью свободы выбора, мы можем с вами выбрать что-то другое, не зайти в цифровое рабство, так как это случается в некоторых странах, когда уже вводят социальные рейтинги, и люди просто не могут подходить к определенным банковским зданиям, кафе, ресторанам и так далее, благодаря тому, что их социальный рейтинг не позволяет этого делать. Мы с вами можем выбрать, соответственно, свободу, децентрализованную свободу. И как раз об этой технологии мы сегодня с вами и узнаем, знакомимся с ней, с помощью чего это может быть реализовано. Это глобальный децентрализованно-автономный интернет нового поколения с низкоорбитальной спутниковой связью с ВАРМ от компании SpaceX. И основатель этой технологии, Алексей Кидо, в свое время он столкнулся с такой проблемой, когда в его компанию прошли специальные органы и изъяли сервера компании. Соответственно, вся деятельность компании была связана с информацией на этих серверах и компании пришлось приостановить свою деятельность, потому что был потерян доступ ко всей этой информации. И вы представляете, что для огромных компаний соответственно, вот это хранение информации на одном сервере либо даже на нескольких серверах физических является большой уязвимостью. И если этих серверов нет доступа к ним, соответственно, компания теряет возможность свою деятельность вести. И Алексей, столкнувшись с этой проблемой, задумался о том, каким образом может он обезопасить свою компанию, всю ту деятельность, которую он хочет развернуть, с помощью какой технологии реализовать безопасное хранение данных, как физически безопасное, так и цифровое безопасное хранение данных. И в течение нескольких лет он исследовал разные возможности и в конце концов была создана технология DexNet, о которой мы с вами сегодня узнаем. И давайте посмотрим, с помощью чего реализована эта технология. У нас существует вот такое небольшое устройство, которое имеет четыре канала связи. Один из них — это DexOne, второй — это низкоорбитальный спутниковый канал, третий — это публичный интернет и четвертый — GSM-канал. Благодаря вот этим четырем разным каналам связи, соответственно, у этого устройства есть возможность создавать и поддерживать децентрализованную сеть интернета. Вот это то, как выглядит это устройство внутри. Оно имеет различные компоненты, составляющие, различные чипы, которые поддерживают эту информацию. В нем есть определенный объем памяти, который позволяет как раз-таки хранить часть той информации, которая загружается во всю сеть, хранить в этом устройстве. Более сложные технические характеристики. Вы можете запросить эту информацию у тех людей, которые вас пригласили сюда. Также у нас есть технические зумы, в которых более подробно рассказано о всех интересных технических моментах, связанных с этим устройством. Вы можете уточнить. Давайте посмотрим, вообще, какие проблемы существуют с общедоступным интернетом, что же там происходит и какая уязвимость есть у того интернета, который мы с вами пользуемся каждый день. Это, конечно же, юридическая и физическая уязвимость, поэтому понимаем, что загружая свои данные, мы уже теряем право обладания, во-первых, и становимся уязвимы с этой точки зрения. Все дата-центры, которые существуют в современном мире, они объединены в единую сеть и, соответственно, любой или практически любой может получить доступ к этой информации. Эта информация открыта, эта информация доступна, соответственно, и большие корпорации, и физические лица могут быть уязвимы и каким-то образом сманипулированы с помощью доступа к этой информации. Вся информация, которая однажды попала в интернет, даже если вы ее пытаетесь удалить, она все равно тем или иным образом остается там, потому что есть огромные хранилища, в которых происходит архивация этих данных. И централизованные платформы, даже если они созданы и поддерживают децентрализованные технологии, тем не менее, все они объединены на централизованном интернете, и, соответственно, они тоже обладают этой уязвимостью. Преимущество децентрализованного интернета, это, конечно, юридическая и физическая неуязвимость и технологии этих данных, которые будут расположены в пределах этого интернета. Это гарантирует вам анонимность и безопасность ваших персональных данных и той информации, которая будет храниться на этих устройствах. Это дает вам высокий уровень конфиденциальности, защищает вас и ваши финансы от взлома кошельков и кражи валюты, криптовалюты. Это создает возможность создать свой собственный блокчейн и также сторонним разработчикам на основе этого блокчейна создавать различные проекты, приложения и разворачивать различные сервисы. И об этой технологии знаем не только мы с вами, партнеры компании, об этой технологии знают также наши скажем партнеры, которые поддержали нас в Арабских Эмиратах. Одна из королевских семей, находящихся в Эмиратах, узнала об этой технологии и теперь является патроном этой технологии и развития этой технологии по всему миру. И поскольку у нас есть такое покровительство в наше сотрудничество, соответственно, шейхи заинтересованы в том, чтобы эта технология узнала как можно больше людей и чтобы эта технология применялась как можно в больших областях интернета и не только интернета, да, вообще в областях различных жизней. И одним из партнеров, главным партнером, который первый задумался о том, что эта технология можно применить именно для решения его задач, его проблем, которые у него есть, стал инвестицион ProfixOne, который в течение долгого времени создает капитал для своих клиентов и, конечно, основатель этого фонда Игорь Ботнарь, он в свое время задумался о том, что хранение данных этого фонда нуждается в этой технологии, и он с удовольствием профинансировал запуск технологии, реализацию этих устройств на пространстве всего мира. Поэтому мы сейчас с вами говорим об этой компании, говорим о тех сервисах, которые развиваются и которые будут разворачиваться на основе децентрализованного интернета. И давайте посмотрим, какие сервисы это будут. Первое, то, что уже работает, то, что уже протестировано, это, конечно же, TextCloud. Это облачное хранилище децентрализованное, с помощью которого вы можете хранить безопасно все свои данные, фото, видео и так далее и так далее. Все то, что требуется для хранения. Не только физические лица, конечно, большие корпорации очень заинтересованы в том, чтобы безопасно хранить свои данные. Когда данные попадают, информация попадает в децентрализованную сеть, а вы видели то устройство, которое у нас есть, оно называется TextNode, на тысячу таких устройств распределяется эта информация маленькими фрагментами и доступ к этой информации имеет только тот человек, который ее загрузил в интернет децентрализованный. Соответственно, даже если кто-то вдруг получит доступ к небольшому фрагменту этой информации, он ничего с ней не сможет сделать, потому что все программное обеспечение и доступ к декодировке находится у того человека, который обладает ключом доступа. То есть, если вы ее туда загрузили, только вы ее сможете достать из этого пространства. Следующий сервис, который уже протестирован во многих странах мира, с удовольствием наши партнеры общались на различных высотах, на различных расстояниях от земли, с помощью этой технологии общались со своими близкими, родными, с компаниями, оставались на связи в любых условиях, это DexMobile. Сервис, который в ближайшее время будет представлен для более широкого скажем так, круга людей и соответственно вы тоже сможете стать его пользователями этого децентрализованного мобильного оператора. Следующие сервисы, которые готовятся к выпуску, это DexGame, платформа децентрализованных игр, на которых вы сможете уже протестировать, поиграть и выбрать то, что будет интересно именно вам. и приложение, которое у нас уже запущено, приложение, которое помогает нашим партнерам продвигать эту технологию, а также любым пользователям, имеющим смартфон, зарабатывать токены DexNet. Это приложение DexPoint. Сейчас оно работает на Apple-устройствах, соответственно, скоро будет на андроидах, и каждый из вас, имеющий смартфон, сможет воспользоваться этим предложением, протестировать его, посмотреть, как оно работает, и получить дополнительный источник дохода для себя. И, конечно же, огромное количество сервисов будет разворачиваться в самое ближайшее время на основе децентрализованного интернета. Это и DexMessenger, и DexBlockchain, и DexKoshelok децентрализованный, и DexMetaVerses, различные метавселенные, и, конечно, сервисы для использования мобильных связей, в том числе и аппаратные сервисы, это DexFone. И я рада представить нашего замечательного партнера, который сегодня у нас начал нашу презентацию, человека, бизнесмена, который обладает огромным стажем работы, более 23 лет в бизнесе, создатель прекрасного поселка, хорошее место, того человека, который заработал 1 миллион долларов в самый кризис 2008 года, человека, который создал отдел продаж более чем из 100 тысяч партнеров, Дмитрий Разумовский. Я представляю тебя, передаю тебе слово и прошу рассказать нашим партнерам и нашим гостям о том, что есть еще в нашей компании DexKreed и каким образом можно на ней заработать. Благодарю Евгению за такую подробную и понятную презентацию технологии DexNet. Прошу остановить слайды. Вот сейчас у меня в руках это устройство DexMode, значит, оно напоминает Wi-Fi роутер, у него есть три антенки, его легко очень можно подключить, я сейчас его подключу к Powerbank, требуется ему всего лишь два подключения, это питание, вот питание, загорелся у меня от Powerbank работает, и интернет, то есть кабелем, как ваш домашний Wi-Fi роутер, также точно вы подключаете это устройство и оно начинает работать, подключается к сети, становится частью платформы и, соответственно, вы начинаете им пользоваться, оно начинает вам приносить токены. У него также есть еще две антенки дополнительные и большая антенка, это радиосигнал, то есть устройство связывается между собой на расстоянии до 5,5 километров по радиосигналу и в будущем, когда их будет достаточно много, они уже смогут коммуницировать друг с другом даже без интернета. На начальном этапе интернет им нужен, а потом они смогут без интернета, когда объединятся в такую большую глобальную сеть. два GSM-модуля, здесь 2G-3G и модуль 4G-5G, то есть на всех диапазонах GSM-связи эти устройства смогут работать и передавать сервисную информацию, клиент за это ничего не платит, за это платит компания-разработчик за передачу сервисной информации, вам достаточно только пока на начальном этапе проводного интернета безлимитного, чтобы устройство у вас передавало данными. Итак, в привычном старом добром понимании вы загружаете информацию на сервер, который кому-то принадлежит. В случае с DexNet вы загружаете информацию в DexCloud, она бьется на тысячу кусочков, разлетается на тысячу устройств, там дополнительно копируется пять раз и ключи сервисные передаются уже через другие каналы связи, через радиоканал, через GSM канал и в тех местах, где работает Swarm, там через Swarm еще дополнительно, через спутники. Таким образом, информация полностью защищена и вы, как правообладатель, реализуете свое законное право на приватность хранения информации и на приватную частную переписку и коммуникацию. миссия технологии DexNet, миссия компании DexNet это сделать интернет, существующий интернет, сделать новый интернет децентрализованным, безопасным, приватным и еще дополнительно обеспечить выплату дохода всем участникам сети, которые поддерживают эту сеть. и компания DexFreedom это мы с вами, мы находимся на мероприятии компании DexFreedom мы, как компания DexFreedom партнер по продвижению технологии DexNet с эксклюзивными условиями. Об этом мы говорим обязательно на презентации нашего компенсационного плана вознаграждения об этих эксклюзивных условиях. Поверьте, они у нас просто шикарны для того, чтобы с большой гордостью продвигать технологию DexNet. Мы делаем интернет безопасным, свободным и разворачиваем на нем наши глобальные сервисы, которые нужны каждому человеку и каждому человеку эти сервисы несут безопасность, свободу и деньги. Это три базовые потребности, которые закрывает технология DexNet. И кому же интересно вообще эта технология? Первое, кто вообще не хочет разбираться вообще в технологиях? Вам же не важно, что находится внутри iPhone, как он работает, какие там микросхемы, вам важно, что он вам дает связь, дает вам коммуникацию, дает вам возможность хранения фотографий, делать фотографии. Как он устроен внутри, вам его не важно. То же самое с DexNode. Вам не важно, как они работают, вам важно, что вам дает это устройство. И вот первое, что оно вам дает, это вознаграждение за поддержание сети, просто токены. Включили, получаете токены. Многие наши партнеры говорят, что это машинка по зарабатыванию денег, машинка по печатанию денег. Можно и так все упростить словесно, можно идти чуть глубже. Вторая категория людей, это те люди, которые начинают пользоваться полезными сервисами. кошельки, карты, метавселенные, мессенджеры, видеозвонки, хранилища, а также крупные корпорации, которые платят компании DexNet за хранение их приватной информации. Им это нужно в первую очередь. То есть, это корпоративные клиенты, которые платят за хранение информации, они основа бизнеса. Первый такой корпоративный клиент, это он ProfixOne. И третья категория людей, таких тоже очень много, это те люди, которые хотят заработать на продвижении технологий. Это люди, которые инноваторы, которые хотят быть первыми на рынке, и таких у нас с вами на сегодняшнем зуме большинство. Вы помните, как начинался майнинг биткоинов. Когда-то в 2009-2010 году первые 45 тысяч биткоинов были оплачены за пиццу. И когда-то это было просто смешно, просто как игра, просто как первый такой официально зафиксированный платеж. И появились майнеры, которые добывали биткоин и становились богаче и богаче по мере того, как технология развивалась, как биткоин рос. Сегодня 45 тысяч биткоинов это колоссальные деньги, огромные деньги. И над майнерами 10 лет назад смеялись, а сегодня уже это богатейшие люди, которые покупают себе острова, летают на частных самолетах. То же самое с технологией DexNet. Первые партнеры, это первопроходцы, которые продвигают технологию DexNet, они сталкиваются с сопротивлением, с непринятием, но им это и не важно. Важно, что они разобрались в технологии, как вы, вникли в ее суть, понимают, что они первыми, понимают, что каждое такое устройство будет стоять через время в каждой квартире, в каждом доме, в каждой семье, у каждого пользователя интернет, и поэтому те, кто первые пришли продвигать технологию, они заработают больше всего. Выгоды от продвижения технологии DexNet и от приобретения DexNode. Первое. Постоянное вознаграждение в токенах. Включил в сеть, стал частью платформы, получаешь токены. Второе. Приоритетный доступ к сервисам. Возможность тестировать эти сервисы, возможность вносить в них корректировки, улучшения, и первыми, самыми первыми узнавать об этих новинках, самыми первыми пользоваться. 20 гигабайт в подарок облачного хранилища. Эти 20 гигабайт они расположены не на вашей ноге, они расположены на платформе DexNet, на глобальной платформе. То есть ваша информация распределяется на тысячи устройств, столько, сколько включено, и там хранится. И к этой платформе у вас есть доступ и возможность хранения. Как я уже сказал, это безопасность, анонимность и даже возможность выхода в сеть при блокал. Что это такое? Допустим, случились какие-то непредвиденные обстоятельства. Нет электричества, катаклизмы, не работает сотовая связь. Устройство можно включить через солнечную батарею, через пауэрбанк, подзаряжать от солнечной батареи, и по радиусу каналу они будут связываться на расстоянии 5,5 километров. Пользователи платформы смогут связываться друг с другом при блэкауте, а при такой катастрофе иметь связь хотя бы с кем-то это уже дорогого стоит. И те, кто продвигает платформу, те, кто владеет нодами, у них эта возможность есть и будет. Как можно зарабатывать на этом? Какие шаги по зарабатыванию? Первое это возможность разрабатывать децентрализованные сервисы, приложения. Второе просто получать вознаграждение в токенах. Третье продавать сервисы, продавать устройства. Это дает очень хорошие возможности. Глобальная миссия компании Dexfreedom это за 10 лет продать 1 миллиард устройств. Эта миссия очень амбициозна и кажется, что она сложная. Но это уже удавалось и Apple и Samsung продавать по 2 миллиарда своих устройств. Поэтому миссия продать всего лишь 1 миллиард устройств нам кажется более чем выполнима за 10 лет. Каждый партнер приобретает такое устройство имеет доступ к партнерской программе и получает бизнес под ключ. Это систему автоматизации вашего бизнеса. Система автоматизации оформлена в Telegram Bot. Вы через Telegram Bot можете общаться с вашим пригласителем. Вы можете видеть, как туда регистрируются ваши новые клиенты. Они оплачивают, проходят обучение, вдохновляют с технологией, получают трафик и получают себе поток этих клиентов. Система автоматизации очень проста, доступна. Вы можете посмотреть отдельное видео по партнерской программе и более детально с этим разобраться. Это бонус, который получает каждый наш клиент. Совсем недавно, чуть больше месяца назад, 15 декабря состоялось грандиозное открытие. Приехали партнеры из более чем 30 стран всего мира, приехали в Дубай и были очевидцами, как открылись две компании. DexNet и компания FixOne Global Trading. Это глобальный брокер, платформа, которая поддерживает технологию DexNet. На этом мероприятии были и представители королевской семьи, и различные СМИ, и различные наши партнеры, гости. Более 300 человек стали очевидцами и с этого дня началась глобальная мировая экспансия, то есть мировое продвижение на весь мир. Сейчас я приглашу наших партнеров, которые возможно были на этом мероприятии, возможно нет, но они вдохновились уже очень сильно этой технологии, вдохновились компанией DexFreedom и готовы поделиться своими отзывами, почему они здесь, откуда расскажут вам, что их вдохновляет и как они вообще продвигают эту технологию. у нас есть партнеры Лариса Иванова из города Ростова, можешь включить микрофон камеру Лариса и расскажи пожалуйста, что тебя вдохновляет, почему ты с нами, что тобой откуда ты, кто ты, в общем поделись. Приветствую, здравствуй Дмитрий, рада всех видеть, друзья, меня зовут действительно Иванова Лариса, я из города Ростова, это Россия, и я педагог по образованию, много лет проработала в детском доме. Ну, как большинство, конечно, искала какие-то дополнительные заработки и понимая, что возраст будет идти впереди и от пенсии от нашей ожидать нечего, конечно, я искала варианты, я занималась продажей, занималась тренерской деятельностью, путешествием, много всего было интересного и, конечно, как и многие, наверное, из вас, стала заниматься инвестиционной деятельностью. Но что-то со временем пошло не так. Вначале всё было здорово и классно, потом что-то произошло. И вот я думаю, что если бы было тогда наше устройство в той компании, где пришли, тоже собрали все данные, сорвали там эти компьютеры, серверы, то вот такого бы не случилось. И, знаете, была вначале такая грусть, такая депрессия, тоска по всему этому. Но, конечно, я просто человек-энерджайзер, я стала опять заниматься тренерской деятельностью, искать какие-то методы вдохновения, прошла йогу смеха и так далее. Но вот денег не хватало, знаете, когда я сталкивалась с тем, что я привыкла жить вот так, а тут ещё в семье произошли какие-то грустные события, ну, это жизнь, да, кто-то уходит из жизни, кто-то болеет. И вот денег катастрофически не хватало, ни на лечение, а хотелось ещё заниматься и благотворительностью, и путешествовать. То есть запросы, знаете, как говорят, разум единожды вышел за границу, уже не сможет вернуться в обратный, когда ты уже могла себе позволять больше, то ты уже никак не можешь вот с этим как-то смириться. И вот здесь я услышала от Александра Радошевича, своего хорошего друга давнишнего, да, что вот есть такая новая технология, что есть такая уникальная возможность. Он мне выслал своё собственное видео получасовое. Я посмотрела, знаете, так скептически начала, думаю, ну, наверное, опять инвестиция. Я категорически всем говорила, что инвестициями я больше заниматься не буду, потому что могут и люди пострадать. И я хотела найти что-то такое, чтобы с одной стороны был пассивный доход, но с другой стороны, чтобы это было не инвестиция. Ну, как может быть пассивный доход без инвестиций? Ну, как бы это сложно, да? И здесь вот оно, Бог меня услышал. И вы знаете, жетон провалился. Я даже до конца не досмотрела это видео, но я услышала, что 15-го будет мероприятие праздничное, открытие в Дубае. А уже было 10-е число. Я спросила, Саша, кто-нибудь едет? Он говорит, нет, мне вот паспорт еще не успели за грант сделать. Ну, в общем, я впервые, знаете, вот не задумываясь, был последний билет, авиабилет с адекватной ценой возможности перелета. И я полетела. Одна, без партнеров, без наставников, без знания английского языка, без конкретного места жительства в Дубае. То есть все решалось так по пути. Уже я в аэропорту писала, ребята, писала в чат, кто может принять хорошего человека, веселого, которая тренер по йоге смеха прыгала с парашютом. Вот. И сразу отозвалось несколько, да, добрых душ. В общем, все сложилось просто великолепно, знаете, вот на гребне волны. То есть я прекрасно заселилась. Было очень много чудес, я не могу сейчас обо всем рассказывать, хочется очень, да. Но это, это было просто каким-то волшебным образом, все так складывалось отлично. Конечно, праздник был уникальным, это был такой праздник, это было... Лариса, надо, надо, более кратко, то есть почему ты, почему ты, расскажи. Знаете, знаете, я полетела, почему? Я хотела все увидеть своими глазами и услышать сама. Я хотела увидеть этих людей. То есть, что это действительно так здорово. И я вам хочу сказать, что то, что я увидела услышала, это превзошло все мои ожидания. Потому что я познакомилась с представителями компании, с руководством, но Дмитрия я уже и раньше знала, да. Это вообще супер было тоже. Я увидела, непосредственно услышала Алексея Кидо, я увидела, как приехали люди, у нас зал был где-то на 500 человек, приехали люди там практически из 40 стран, какой-то был высокий уровень. Я увидела горящие глаза Алексея Кидо, руководителей всех, которые взахлёб просто с любовью рассказывали. Я увидела, что эти глаза не врут. Это вдохновение, вот оно просто ещё больше создало праздник в моей душе. Я поняла, что в этой компании есть миссия и в этой компании есть пассивный доход. То есть, я не хотела инвестиции, но я нашла и не инвестиции, конкретный продукт и в то же время, которое даёт пассивный доход. То есть, есть миссия, есть свобода, есть безопасность и курочка, которая несёт золотые яйца и передача ещё и бонусам бизнес. Большое спасибо. Мы вдохновлены твоим отзывом. Обязательно тебя послушаем ещё раз. У нас проходят такие мероприятия, как заправки утром для каждого партнёра в 9 утра по будням по Москве, в 10 по Киеву, в 10 по Дубай. Мы встречаемся и делимся. То есть, поэтому обязательно уточните у ваших партнёров, как прийти на эти мероприятия. Я знаю, я прихожу, да. Я, Ларис, говорю нашим слушателям. Теперь наш следующий партнёр, который готов поделиться отзывом, Андрей. Пожалуйста, включайся. Ларис, можно камеру, микрофончик выключать. Спасибо. Всем доброго времени суток. Меня зовут Андрей Кашковский. Я с Украины, с Одессины, в маленьком городке живу, под названием Раздельная. Я моряк, мне 49 лет. Уже около двух лет я не могу уйти в море, так как ограничен выездом с Украины. я лишился заработка, искал много, скажем, вариантов заработка в интернете, ничего для себя не находил полезного и то, что я, чем бы зарабатывать можно было бы. То есть у меня это не срасталось. У меня семья, которую надо содержать, обеспечивать и как-то видеть свое немножко будущее наперед. Искал и как бы ничего не находил. Однажды мой хороший товарищ, однажды Осипель, скажем так, мой хороший товарищ, сейчас мы партнеры, предложил мне, рассказал мне за DexNet, рассказал мне за DexNode, рассказал за DexPrid, что DexNode это как бы маленькое такое устройство в виде как бы соты. И что там есть интернет веб 4.0 как бы будет, не то, что есть, что как бы будет, что это соты она будет как бы в каждом доме и там на пассивном и еще она зарабатывает деньги, на пассивном просто даже можно зарабатывать пассивный доход в этом всем. Я как-то его не слушал, ну не то, что было занято всем остальным, он меня раз спросил, переспросил, второй раз спросил, переспосил я или нет. Вот как-то в ноябре месяце вечером я решил все-таки посмотреть, посмотрел, разобрался с маркетинг-планом, с презентацией, с экономикой, блин, я скажу честно, я был как бы в восторге и просто понял, что это очень перспективная технология и на следующий день заказал себе ноду, вот так это как бы произошло. что еще хочу сказать, что принял решение и заказал декс ноду, еще, что так как разработчики этого проекта парни молодые, которые идут в ногу со временем, а даже еще зачастую, не то, что зачастую, а вообще идут на опережение, добились, ставят цели, добиваются, и уже добились многих, скажем, и положение и всего, скажем, и поддержание, даже поддержки шейха, который там выделил своей башне, там им офис, который курирует, вот, если он им поверил, если он им поверил, то почему им не могу поверить я и идти вместе с ними, развивая технологии Декс.Несс и Декс.Фридом, у меня как бы так, я поверил, я поверил, вот, поэтому я здесь Андрей, и хочу идти вместе и развивать технологию. Благодарю тебя, потрясающая история, это история того, что, видите, политики у нас разъединяют, да, страны, государства, а технология Декс.Несс она, наоборот, объединяет, объединяет все страны, все государства в единое глобальное такое сообщество, которое идет в ногу со временем. Благодарю тебя, Андрей. У нас есть Гульнар, Гульнар, пожалуйста, включись, ждем твой отзыв, микрофон, камера, значит, твое время, твой звездный час, делись и пойдем дальше. Гульнар, у тебя получается включиться? Камеру, что-то, организатор отключил камеру. Ну, может быть, сейчас включит, хотим тебя видеть. Давай, пробуй еще раз. Вот, камера есть. Здравствуйте, Дмитрий, доброго времени суток всем. Я Гульнар, Казахстан, Актюбинская область, маленькая деревня. Мне 54 года. По профессии я бухгалтер, но по профессии никогда не работала. Я всегда работала на себя. 20 лет была в торговле, но время меняется. Деньги сейчас все в интернете, мы это понимаем. пробовала, изучала, смотрела, искала. Как я пришла в Дексфридом, это отдельная история. Но почему я пришла, я хочу сказать такими словами. Еще в Коране говорится, большие деньги даются на таукель, риск и терпение. Почему так? Потому что я пришла в сентябре, когда не было этой ноды, когда не было этого офиса, когда не было такими номики, но мы пришли на идею. Мы поверили организаторам, мы эту идею приняли, и мы поверили, и мы пришли. Да, мы ждали. Это сабр, это терпение. Вот придут наши ноды, включим, и вот тогда начнутся большие деньги. Где бы вы не находились, каком бы в состоянии вы не были, если у вас есть намерение выйти вот из этого замкнутого круга, заработать большие деньги, вот добиться чего-то в этой жизни, верьте, действуйте. Благодарю. У меня все. Благодарю, Гульнар. Как видите, разные примеры, люди из разных государств, разных стран вдохновлены технологией DexNet и, соответственно, принимают решение эту технологию приобрести и продвигать. Приобрести очень просто. Устройство DexNode стоит столько же, сколько iPhone, полторы тысячи долларов. У нас есть несколько тарифов. 1500 долларов это самый простой, самый популярный, самый часто, который приобретают тариф, это люди, он дает вам право на заказ устройства DexNode. Если у вас есть желание приобрести 2, 5 или 30 устройств, для вас другие тарифы, если пока у вас недостаточно или вы пока собираете средства, можете приобрести тариф 500. Это авансовый тариф, предоплата и за вами сохраняется возможность в течение года накапливать или зарабатывать на это устройство и в течение года вы можете доплатить. Соответственно, дальше делается следующее, то есть вы оплатили устройство, вы его заказываете, указываете свой адрес и оно вам доставляется. Здесь сейчас показан пример, то есть план, как планирует компания развиваться ближайшие 60 месяцев. То есть мы взяли 1 миллиард устройств за 10 лет, сделали декомпозицию и начинаем с 1000 устройств. То есть вы оплатили устройство, оно вам доставляется, включается в сеть. Вот с момента, когда включится 1000 устройств, 1000, с этого момента начнут распределяться токены. Пока на сегодняшний день только 200 устройств, порядка 200, они отправлены, доставлены, вручены или их забрали из офиса. Сейчас компания ждет комплектующие на еще 1300 устройств сразу и будет их рассылать. Это состоится в очень ближайшее скорейшее время. Вот сегодня даже некоторые комплектующие были получены, пришли, встречали коробки. Дальше каждый месяц количество включенных устройств растет, каждый месяц активируется новый блок в токеномике, каждый месяц устройство получает токены, и в начале те, кто первые, чем быстрее вы заказали, тем более вкусному блоку в токеномике вы подключились. Можно купить и потом, но сейчас на самом старте самое большое количество токенов каждый партнер имеет возможность получать. Почему именно сейчас лучше всего заказывать устройство? Ну, во-первых, токен уже торгуется на бирже xt.com, обороты там растут, эта биржа входит в топ-20, топ-30, там рейтинг у нее на коин и маркеткеп отражается. Чем быстрее вы приобретаете устройство, тем быстрее оно вам будет доставлено, соответственно, тем быстрее вы его включите и быстрее начнете получать токены и подключитесь с блоку с максимальной отдачей. Котеномика так устроена, что чем дальше, тем становится меньше, меньше, меньше токенов на каждое устройство, и вы помните, что раньше майнеры биткоина добывали в месяц по 100 биткоинов, потом они стали добывать по 50, потом по 10, по одному, сейчас они уже за 0.1 биткоин в месяц борются за то, чтобы их получить. Такая же примерно токеномика и у DexNet, то есть в начале отдача большая, потом количество токенов снижается, поэтому чем быстрее вы купили, тем больше токенов вы получите. фиксация стоимости, то есть стоимость DexNode может измениться в 2024 году в случае возникновения ажиотажных заказов, большого количества, если завалят заказами, DexNet будет вынужден поднять стоимость, и уже выпущено ряд приложений, вот те приложения, которые вам презентовала Евгения, они уже запланированы на ввод в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. Сейчас важные новости, то, что нас ждет в ближайшее с вами время, а именно в феврале. Первый квартал DexGame, децентрализованная игра с применением токена DexNet, DexMobile, децентрализованный оператор, для его включения необходима платформа, включенная 1000 нот, а это произойдет в ближайшие недели уже, соответственно, можно запустить DexMobile с отдельным приложением или с отдельным Telegram-ботом, где вы сможете купить Dex Steam-карту, пополнять ее со скидкой, используя DexNet токен и, соответственно, пользоваться связью в любой точке мира без VPN, без ограничений, шикарной, классной, качественной связью. DexWallet это кошелек, децентрализованный для хранения ваших криптовалют и DexCloud запустится сначала в бета-версии, а потом уже перейдет и в финальную версию. Также в феврале нас ждут с вами два крупных мероприятия с участием компании DexFreedom 17 февраля и с участием компании DexNet 29 февраля. Сейчас я чуть подробнее вам о них расскажу. И также первый квартал закончится DexSummer Promo, о котором мы тоже сейчас с вами поговорим. Итак, важные новости с производства. Компания получает комплектующие и дата всех полученных комплектующих будет уже понятна и ясна на этой неделе. Соответственно, Алексей нам скажет, когда начнется массовая отправка. То есть известно, когда пришли запчасти, значит, можно отправлять массовую отправку. На этой неделе также запланировано включение интерфейса на сайте DexNet. Интерфейс это личный кабинет, куда можно активировать активационный ключ от ноды и соответственно, куда можно привязать ваш блокчейн кошелек, куда можно получать токены. Это ждется также информация об этом на этой неделе. Мы все ее с нетерпением ждем от разработчика DexNet. 17 февраля конгресс проспирити. Это мероприятие пройдет в Дубае в Раме Dream отеле в Таунтауне. Это мероприятие платное, оно посвящено инвестициям, продажам и личному росту. хедлайнер на этом мероприятии Брайан Трейси. Это всемирно известный тренер, мотиватор, писатель, автор множества книг и обучающих курсов. Сам лично будет Брайан Трейси. Также будет порядка 30 спикеров. Будут все SEO, SEO Profix One Capital, SEO DexNet, SEO Dex Freedom присутствовать на этом мероприятии. Дмитрий Разумовский. Я буду на этом мероприятии выступать. Вы можете использовать промокод DexFreedom для покупки билетов на это мероприятие. Скоро мы вам покажем сайт, на котором можно заказывать билеты на это мероприятие и предоставим подробную программу. Вас ждет сам конгресс, который пройдет с утра до вечера, с 10 утра до 10 вечера. В этот день участников конгресса ждет обед, несколько кофе брейков, гала ужин обязательно со всеми участниками и дальше спикеров уже ждет апт и пати. То есть все это пройдет в таком шикарном формате с присутствием Брайана Трейси 17 февраля. Поэтому если вы или ваши партнеры собираетесь в Дубай или будут в Дубай, то у вас есть уникальная возможность на этом мероприятии быть и получить супер информацию. Следующее мероприятие Invest World Expo. Значит, оно пройдет у нас 29 февраля по 2 марта. На этом мероприятии соберутся 2100 инвесторов. Мероприятие тоже платное. Инвесторы на этом мероприятии приезжают, чтобы купить недвижимость, узнать о недвижимости. И на этом мероприятии приезжают 70 застройщиков. Это застройщики из Кипра, северного, южного, застройщики из Дубая, застройщики из Турции, застройщики из Грузии и застройщики еще всего из 7 стран. То есть застройщики будут презентовать свою недвижимость, инвесторы будут искать для себя шикарные инвестиционные предложения по недвижимости и генеральный спонсор этого мероприятия компания Dexnet. на этом мероприятии будет стенд Dexnet, демонстрация технологий, демонстрация включенной платформы Dexnet, демонстрация сервисов. Будут выступать SEO Dexnet разработчик Алексей Кидо, будут выступать Игорь Ботнер. И на этом мероприятии не будет никаких розничных продаж. То есть на этом мероприятии сам Dexnet будет продавать оптом застройщикам эти устройства для того, чтобы застройщик вставлял их в свою недвижимость, вставлял их в свои квартиры, апартаменты и продавал квартиры вместе с Dexnode. и соответственно для компании Dexnet это шикарная возможность расширить рынок сбыта, для застройщиков это шикарная возможность для себя защитить свой цифровой бизнес, а для клиентов это шикарная возможность купить квартиру и там уже установлены Dexnode. То есть так пойдет расширение сразу на 9 стран. Мы будем учиться продавать оптом на этом мероприятии, а те кто приедут они там найдут 2100 инвесторов платежеспособных которые спокойно могут купить Dexnode одну штучку для себя и увезти с этого мероприятия. То есть такой план. Шикарные новости о эксклюзивном Dex Summer промо с завершением с финалом на Мальдивах то есть 6 дней на Мальдивах и для выполнивших промо Diamond 7 дней на Мальдивах. То есть вы совершаете продвижение технологии Dexnet к вам подключаются новые партнеры приходят лидеры приходят целые команды подключаются целые страны и ваши команды продвигают эти устройства Dex ноды. Соответственно фиксируется большая команда средняя команда там другие команды вы накапливаете в этих командах проданные ноды это все суммируется как только ваши команды продают 50 нод получаете промо silver 75 нод gold и тариф и промо diamond если ваши команды продают стодекс нод и вы отправляетесь на шикарный тренинг выездной с максимумом активности с нетворкингом с общением с основателями с отдыхом с эксклюзивными новостями и все это сплочает нашу команду и дает возможность вам исполнить вашу мечту мальдивам осталось быть 20-30 лет потом уровень мирового океана их поглотит то есть он поднимается каждый год и это чудо света скоро может уже закончиться поэтому надо обязательно в этой жизни посетить мальдивы если вы еще там не были то это шикарная возможность прийти на нашу встречу или посмотреть ее в записи о нашем плане компенсационном возрождении и понять как вам на этом мероприятии казаться совершенно без оплаты если вы еще не подписались на наш телеграм-канал обязательно подпишитесь у нас есть телеграм-канал на русском языке есть телеграм-канал на английском обязательно подпишитесь на оба у вас будут партнеры и русскоязычными и англоязычными также компания DexNet запланировала открыть представительство и филиал сервисный центр центр обслуживания клиентов в Индии и в других странах таких как Бразилия таких как Мексика таких как Таиланд таких как Вьетнам Корея Россия Китай что еще у нас Казахстан то есть в тех странах в которых происходит большая массовая продажа устройств DexNode конечно же будут появляться сервисные центры если вы такой амбициозный бизнесмен нацеленный на глобальный бизнес обязательно приходите на наши встречи по разбору плановознаграждения изучите как заработать на технологии DexNet на ее продвижении 100 тысяч долларов или миллион долларов или 10 тысяч долларов и узнайте как открыть такой сервисный центр мы встречаемся с вами завтра завтра произойдет обзор токеномики токеномика это экономическая модель развития компании это возможность узнать как будет развиваться сам токен DexNet потому что за включение устройства вы получаете вознаграждение в токенах и вам конечно же хочется знать что с этими токенами делать куда их продать сколько они стоят какой у него потенциал где применяется токен все это вы узнаете завтра в это же время мы с вами встречаемся для того чтобы разобраться полностью в токеномике наши записи появляются на ютубе первая запись наша появится на английском языке с переводом дальше появится на русском языке конечно с русскими слайдами с русским текстом обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал и узнавайте как посмотреть эти записи на этом у нас все благодарю вас за то что пришли поблагодарите ваших пригласителей за то что вас пригласили увидимся на наших следующих мероприятиях на этом все пока-пока субтитры